Но ведь выигрывает тот, кто из предупреждений и прецедентов делает выводы, а не просто напоминает о своей правоте. Никому не хочется повторения прошлого в будущем, но мало кто может вовремя сориентироваться. Давайте попробуем понять, что мы можем сделать для себя сегодня и завтра, если учтем то, что было вчера. Здесь ведь еще вопрос, а политики это делают? Вот посмотрите, завтра инаугурация Зеленского назначали с боями, даже объявляли, что невозможно провести ее сегодня. Это день памяти жертв политических репрессий на Украине, а по астрологическим картам это еще и гнилое воскресенье. В такой день хорошие дела не начинают. Почему Зеленского кормили завтраками? Потому что Порошенко очень не хочется отдавать власть его команде еще меньше. Там все понимают, у Зеленского своя команда, за которой стоят те, у кого свои счеты с Порошенко. Нравится это Порошенко? Нет. И его окружение рассказывает, что глава ЕС Юнкер при прощании даже расплакался, так сроднились за пять лет. И блок Порошенко в Раде поддерживает идею свести власть Зеленского к минимуму, чтобы он не мог назначать даже ключевых министров. Это все хочет делать Рада, куда и собираются сегодняшние капитаны украинской политики. А сам Порошенко объявляет, я составил Зеленскому список дел, советую следовать моим курсам, тогда все будет хорошо, я предупредил. Но в итоге, что за слезами Юнкера, если они были? Заявление ЕС, что главная задача нового президента – выплатить долги, накопленные Порошенко. Еврокомиссар по расширению ЕС так и объявил – задача сложная, но для нового президента – главная. Серьезно? А украинцы думали, что главный европейский путь? То есть вот тут правы те, кто предупреждал – не берите, придется отдавать. И в последний момент команда Порошенко снова вводят против нас санкции, на все, что хотели бы производить сами. Минеральные удобрения, сельхозтовары, транспортные средства. Но сами-то они этого не производят, а значит будут закупать втридорога у той же Европы. И уже депутат Шуфрич объясняет, Порошенко так цепляется за власть, что он уже не хромая утка, а мертвый гусь. Уже страны-семерки встречаются с Порошенко, благодарят за сделанное и просят отдать власть по-хорошему. Инна Осипова в Киеве пыталась понять, кто в реальности будет править Украиной. Ведь то, что инаугурацию назначили на понедельник, команда Зеленского уже назвала попыткой насолить всему украинскому народу, которому явно напомнят – не идут дела, потому что в понедельник начинали. Господин президент, кто из нас господин президент? Я. Так может, к лесу передам? Я волнуюсь. Волнуется парень, целая сторона на него свалилась. Устами героев сериала «Слуга народа» сегодня на Украине глаголят реальные политики. Вот и придача власти от бывшего президента новому проходит почти как по сценарию фильма. А что происходит? Наш предшественник, он закрылся у себя в кабинете, никого не подпускает и рёт, что он легитимный. Оставьте меня в покое! Серёж! А-а-а! Порошенко пока не отстреливался, зато сказал иметь ряд силовиков, уволить 14 советников и поменять главу Конституционного суда страны. Зеленскому решили показать, кто в хате хозяин. Сначала центр избирком долго не мог подсчитать голоса, затем Верховной Радио никак не могли назначить дату инаугурации. Всё время находились более важные дела. Сначала принимали закон о языке, затем рассматривали законопроект о легализации марихуаны. И только после этого назначили день присяги – 20 мая. С депутатов, которые никак не назначали день присяги, Зеленский назвал мелкими жуликами и Верховную Раду расшифровал как вру. Там в долгу не остались. До сих пор ещё ни один украинский президент не принимал присягу в понедельник. Зеленский попросил прощения у киевлян за неудобства и перекрытие улиц. Верховная Рада создала неудобства нам, а мы, обещаю, создадим им им. Вот интересно, если Зеленский назвал депутатов Рады мелкими жуликами, где же жулики большие, да? И мы с вами прекрасно знаем, где где в Государственной Думе Российской Федерации. О, Ирада! Ты бы Ирада вставить палки в колёса новому президенту. И вспомнил астрологический календарь. И то, что вот эта поговорка с понедельника начинать новые дела – плохая примета. И ещё вспомнил то, что Сергей Павлович Королёв, легендарный советский конструктор, никогда не назначал запуски ракет в понедельник, но всё тщетно, всё тщетно, ибо Зеленский вступил в должность в этот понедельник. И его с ликованием, действительно, с подлинным ликованием, инаугурацию Зеленского встречал народ Украины около стен Верховной Рады. Честно, давно такого ликования, как в России, так и на Украине, или в Украине, неважно, я давно не видел, и это показатель того, что за Зеленского вся Украина. Конечно, можно соглашаться, что депутаты просто так не отступят, не отдадут власть, которую они имеют. Но так ведь для этого Зеленский и назначал досрочные выборы. Здравствуйте, это итоги недели типа с Ирадой Змеиналовой. Ну а пока она делает политический минет Владимиру Путину, своему начальнику, я вам покажу этого самого начальника. Вот мне прислали подписчики этапы большого пути, маленького пути. Вот если Зеленский в то время играл в КВН, вот что сделал Владимир Путин. Сначала он был чмом у Собчака, потом, значит, греб бабло, когда был руководителем контрольно-ревизионного управления президента и главой ФСБ, потом был мурлом, когда он стал президентом, ну а когда вопреки демократическим методикам, скажем так, пошел на третий президентский срок, он превратился в отборно-хуло. Ну, вы все знаете, что я имел в виду под решеткой. А сегодня в программе... Так, что у нас сегодня в программе? Ай-яй-яй, как всегда. Ну и нахрен этого Киселева. Вот, более 60 человек задержаны на митинге против храма в Екатеринбурге. Почему же жители России не рады церкви? Ведь церкву надо построить! Как Лазарев занял третье место на Евровидении, и почему про конкурс данного пора забыть? Ой, подводим итоги Евровидения. Ой, не надо говорить, что... Ну не смотрел! Ну это геи там одни собрались, ну збиянки, я не смотрел! Смотрели? Почему? Объясню. Потому что под каждым номером исполнителя на Ютубе есть русские комментарии. Даже если вы лично не смотрели Евровидение, то Евровидение смотрела ваша благоверная жена, подруга, или кто там у вас есть, или по современным тенденциям муж. А это, считай, одно и то же, что и смотрел. Разбираем речь Владимира Зеленского. На инаугурации. Чтобы украинцы не плакали, а чтобы плакали россияне. Путин не спасет. Россия ненавидят вас и готовятся к восстанию. Шокирующие результаты опроса. Опрос был проведен на этой неделе. И вопрос очень такой, как бы, нагнетающий. И результаты шокирующие. В общем, людей спрашивали. Они за насильственное свержение власти. И 88% россиян высказали за. А почему так произошло? Узнаете. Если досмотрите до конца программу. Соловьев приедет в Екатеринбург изгонять бесов. Наглый выкормыш, кстати говоря, НТВ. НТВшной школы. Оскорбил, унизил и опустил жителей Екатеринбурга. Конкретно. И всего Урала в целом. Уральцы в долгу не остались. И вы узнаете, какой ответ они готовят этому зажиревшему жиду. Но обо всем, как всегда, по порядку. И хватит улыбаться, Ирада. И твоя оговорка, что делаем выборы вместо того, что делаем выводы. Это не оговорка. Это константация факта, что именно в России делают выборы, а не проводят выборы. Все мы понимаем, в чем разница, да? Так, это все. Подпишитесь. Ну, такой как бы, да. Чтобы не было подозрений, что там какие-то прокремлевские сайты. Или, наоборот, антикремлевские сайты. Вот возьмем Екатеринбургскую газету, электронную Global City. Очень жарко сейчас в Екатеринбурге. Нет речи не про погоду, а про, возможно, новый пункт против власти. Более 60 человек задержаны на митинге против строительства храма на месте сквера. Тут надо понимать, что такое Екатеринбург с экологической точки зрения. Это абсолютно каменные джунгли с печными заводами и, как следствие, массовыми выбросами всякие дыряния. Прямо на жилые дома к гаражам. Зеленых островов, зеленых, ну, короче, деревьев, скверов, прудов и так далее в Екатеринбурге крайне мало. Ну, всяких парков и скверов очень мало. И они на весь золото. На весь золото. Исходя из этого, любой сквер, любой парк в Екатеринбурге – это элитный экологический район или микрорайон, за который идет реальная и нешуточная борьба. Как за жилплощадь в центре Москвы. Так и в Екатеринбурге идет массовая стачка народа. Ведь на эти зеленые наслаждения, которых штук 10, ну, я утрирую, но тем не менее, штук 10 на весь город, в котором до сих пор нет массового строительства заводов с нулевым циклом выбросов в атмосферу, на эти скверики положила глаз русская православная церковь. Что, кстати, нас возвращает ко временам Льва Николаевича Толстого, когда зажиревшие попы в основном не о святости своей и народа заботились, а заботились о набитии своего тугого кармана золотом, который у них располагался под рясой. Так же происходит и сейчас в Екатеринбурге, когда жители этого города вышли 15 мая на стихийное волнение в сквер около театра драмы против строительства храма святой Екатерины. Горожан возмущают то, что под новую церковь, в обязательном порядке, под строительство новой церкви, нового храма, в обязательном порядке будут вырублены все зеленые насаждения, деревья и кустарники этого сквера, а самые пролегированные стройки будут у Кунтяевской строительной компании, или сокращенно РПЦ. То есть вместо сквера около драмтеатра будет стройка подрядчика Гундяева, да, из РПЦ, из строительной компании РПЦ. И это людей возмущает. Если же перейти с местного Екатеринбургского уровня на федеральный, то мы увидим, что за 20 лет путинского режима храмов и церквей было построено примерно по 20 тысяч, а школ всего-то 13 тысяч. О, чертова дюжина, это ли не знак. Люди возмущены тем, что слишком много храмов по стране строится, и слишком мало новых экологических заводов, новых школ, новых больниц. И они вышли на митинг, и самое главное, новых парков, конечно же. И они вышли, жители Екатеринбурга, на митинг, и были побиты ОМОНом, причем не местным, а привозным. Из соседнего Челябинска местный ОМОН со своими земляками не рискнул бороться. Как всегда спрятались за Челябинский ОМОН. ОМОН оттеснил протестующих из сквера и оградил сквер. У нас в ОМОН такая же байда, только никто не противостоял, когда закрыли ботанический сад, чтобы возвестить там новую церковь. Причем старая, относительно старая, конечно, церковь, находится буквально в нескольких метрах от сада. Ну ладно, в двух километрах, но все равно это небольшое расстояние. Почему же так происходит? Потому что люди массово в России выступают против строительства церквей. Ну кроме того, что под... Ну кроме этого, под храм рубятся зеленые наслаждения. А ровно потому, что сейчас в России храмы... Почему люди против храмов? Не потому, что там под храмы рубятся зеленые наслаждения, хотя и это тоже. А еще и потому, что сейчас в России храмы и церкви перестали быть местом, куда ты можешь прийти с проблемой, и батюшка что-то тебе мудрое посоветует. А сейчас храмы стали элементами государственной пропаганды в России. Все просто. Где православный храм, там и власть. Где власть, там и как бы режим. Ну мы все понимаем, о чем идет речь. Вот допустим, где-то строится в селе, например, новый храм. В том селе, где нет нормальной дороги, нет нормальной школы, нет нормальной больницы. И вообще туда хрен доберешься. Но тем не менее, за бюджетные деньги строится новый храм. Батюшка ходит по щелу. И давай говорить, что вот какие мы святые. И как украинцы, где больше церквей на душу населения. Какие они безбожники, бесы и рабы дьявола Трампа. И людей уже все это достало. Ну, соглашусь я с этим напыщенным индюком на комсомольской правде. Я забыл, как его зовут, такой в очках выступает. Что люди в России, к сожалению, ну может и к счастью, в основном атеисты. И они видят, что храмов строится больше. А реально общественных, благоустроенных мест, либо вообще не строятся. Либо они занимают, вместо их занимают храмы. А еще, а еще, людей возмущают то, что как раз таки из религии, как православные религии, российская православная церковь превращает это все в элемент государственной пропаганды. Ну, когда Кирилл скандировал о том, что призывал Мирян поехать на Украину. Взять автомат и поехать на Украину. Но мы отвлеклись. Так вот, в этом смысле новые храмы и церкви заместили собой советские парткомы, да, я как раз говорил, и горкомы. Выглядит это так. Сейчас где-то в России строится где-то какой-то, как правило, в парках храм. И батюшки из этого храма идут в соседнюю школу и пропагандируют православные... Да, кстати, и батюшки уже тоже, они не все, не все, но просто вообще охренели. Они идут в школу или в институт и давай пропагандируют неокрепшему, ну, православие. Причем насильственно. Чего же всех это достало? Треть детей. А потом идут, да, в институт и учат, как надо жить студентов. Такими темпами, скоро перед тем, как пожениться, батюшки будут читать нотацию женюку и невесте в обязательном порядке. То есть храм в России стремительно превращаются из религиозных мест в опорный пункт Единой России и лично Владимира Путина. Как я жителей Екатеринбурга понимаю. Я еще, знаете, в 2019 году обратил внимание, что слишком много церквей. Вот очень мало новых заводов, очень мало рабочих мест и очень много церквей. И защищают храм, а точнее его стройку не православные активисты, как это может показаться, а государственные органы, которые всем же достали своей бездарной политики, в ходе которого народу есть где и что покупать. Я имею ввиду новые торговые центры и есть куда сходить в новые храмы. Но ни на что. Ибо новых заводов очень мало. Молодежь Екатеринбурга, как всегда, чувствует это острее других. То, что с одной стороны их никуда не берут на работу, а с другой стороны возьмут, но на производство, где стоят станки 60-х годов. И где подорвать свое здоровье, как нехрен делать. Это, кстати, напрямую касается Екатеринбурга. А тут у этой молодежи в Екатеринбурге еще отжимают и общественное место, где мамы гуляют с колясками. Сквер. Легкие города, которые инизируют воздух, которые не дают, вот этот сквер не дает полностью загнуться от вредных выбросов. А нам говорят, не-не-не, вредные выбросы, это хорошо. Просто надо помолиться. Ага, ну да. А ведь мы все помним, ведь в самой главной-то книге православия в Библии, это написано, что там написано, не хлебом единым и не церковью. А еще там очень интересный рассказ, я только не помню, какой глава, какой стих. Но там, короче, Христос приходит в церковь, и вот эту вот всю утварь, которую торгуют священники, он просто выбрасывает из храма и говорит, ну, недословная цитата, но что-то типа, не надо торговать в святых местах. Это не дословная цитата из Библии, но смысл был такой. А тут у молодежи, в Екатеринбурге, да не только у молодежи, у всех, в Екатеринбурге отжимают фактически общественные легкие города, сквер. Вот молодежь и кричит, кто не скачет, тот за храм, перефразируем майданную поговорку. И намекая мэру и губернатору Екатеринбурга, чем все может обернуться, если строительство храма не прекратят. А власть Екатеринбурга тоже хороша, помимо ОМОНа. Нагдало туда бойцов, тетушек, из Академии единоборств РМК, для защиты храма. Но от кого? От инакомыслящих? Нет, от своих же горожан. То есть у нас теперь на митингах, помимо Росгвардейцев, будут бить людей, дворцы смешанных единоборств. Прелестно, очень прелестно, как говорит Невзоров. Задумайтесь, это первый случай, когда против строительского храма вышло более 10 тысяч человек. А считай, и против того православия, которое представляет собой патриарх Кирилл, у которого на любой православный праздник есть новая мантия, вышитая из золота и серебра. За наш же счет. А екатеринбургская молодежь уже готова совершать свой мини-майдан. Мы тоже, найдите в интернете, как там молодежь скачет и кричит, кто не скачет, тот за храм. И это все результаты того, что по телевизору в основном все про Украину, да про Украину, а про Россию нечего. И вот молодежь Екатеринбурга уже готовит у себя мини-майдан. Ибо в городе Екатеринбурге просто нечем дышать. А власть вместо того, чтобы решать эту проблему, говорит, ну идите и молитесь за экологию в новый храм. А те, кто с этим не согласен, будут жестоко подавлены, побиты борцами смешанных единоборств. Или же ОМОНом, и не местным, а из Челябинска. С бойцами ММА во главе. В трех раундах. В этой связи я хочу предупредить власть Екатеринбурга, мэра и губернатора. Евгения Куйвашова, чуть не сказал, вместо другую букву. И, это губернатор, и мэра Якуба, по-моему. Да, так у него фамилия. Вообще-то мэр был Ройзман у них там. Но, по-моему, его сместили. По-моему, сейчас там у них мэр какой-то Якуб. Ну, не Кариба, но похож на поляка. Так вот, по моему предупреждению, мэру и губернатору Екатеринбурга, вы управляете землей, где большевики расстреляли царскую семью. Не давайте разгореться новой гражданской войне в России. Пойдите на уступки горожан. Постройте церковь. Лучше около завода. А лучше сделайте новый сквер. А лучше сделайте 15 новых скверов в Екатеринбурге. А старый сквер около Драндтеатра оставьте в покое. А не то всякое может быть. В том числе и новая религиозная война в географическом центре России. Вы уже довели молодежь города до состояния Майдана. Для того, что они думают, что в Украине лучше и действуют украинскими методами против войны. Люди в реальном центре реальной России, а не где-то в Москве, хотят Майдан. И они собрались на площади ради этого. Так не надо давать приказ кого-то избивать. Это чревато пролитием большой крови и, возможно, организации. В смысле, прихода к власти уральских сепаратистов из движения Уральская Республика. Которая есть. Только вот не надо говорить, что нет такого движения. И вот не надо. Ну, Екатеринбург я не знаю, но в целом по Уралу так не надо говорить, что нет людей, которые выступают за независимый Урал. Я думаю, таких людей им найдется. Другое дело, что они или из-за гонений со стороны ФСБ, ну и просто других людей, которые мечтают жить пока в России. Не поднимают головы, но насильственное вырубание деревьев и строительство храма может привести к росту сторонников уральского сепаратизма. И вот об этом не надо забывать. И не надо забывать о том, что власть для народа, то что если 15 тысяч там вышли за сквер, то надо оставить в покое сам сквер, посадить там новые деревья, а церкву храм построить в другом месте. Что у нас, что в Екатеринбурге слишком маленький город, там нет, где построить церковь, храм. Нет, дело же в том, что попы хотят лучшее место в городе, а горожане с этим не согласны. Вот в чем вся соль этой борьбы в Екатеринбурге. Ну и тут это самое, вы наверняка видели в Яндексе, да, там сообщение РИА Новости. 56% провели новый опрос, там 56% за храм. Ребят, кто проводил опрос? Мэрия, да, мэрия. И администрация губернатора Светловской области. И понятно, что они подрисовали, если бы, если бы какой-нибудь независимый бы центр бы проводил, например, Левада центром в Екатеринбурге по вопросу, а вы за храм или не за храм, тогда было бы объективно. Но нет, нет. Путин на общении с членами Народного фронта сказал, что надо проводить опрос и выявить мнение горожан. По форме все правильно, но Путин прекрасно понимает, что так как из-за того, что уже приняли решение о строительстве храма, то если бы нарисовали результаты голосования честный бы процент, то тогда выяснилось, что мэр и губернатор приняли неправильное решение. А если бы они приняли неправильное решение, то им за это отвечать. А они будут за это отвечать? Да сейчас прям. Прочти нужный процент подрисовать. Так что не верьте РИА новостям, не верьте пропагандистским всяким сайтам, тем более телеканалам. 56% не за строительство храма, а против. Просто поменяли цифру, что называется, в графе, дабы Екатеринбургская власть не отвечала за принятие решений перед президентом. И все выглядело легитимно. Хотя на самом деле это не так. Я за строительство деревьев, я не против строительства храмов, но не в ущерб природе. Идем дальше. Как Ла Азарев занял третье место. Ой, его теперь называют лузеров. Вот помните, да, в 2016 году были терки, там что-то Билан пьяным где-то что-то на концепте выступал, или не совсем в форме. Но время показало, вдоль Лазарев на третьей месте. А Билан, мы все помним, на Евровидении сначала занял второе место в 2007 году, а потом в 2008 году победил. И до сих пор является по формуле Евровидения лучшим артистом в России. Получается так. А почему же про конкурс давно пора забыть? Ну, то, что про конкурс давно пора забыть, это написали журналисты Лента.ру. Я с этим не согласен. Про конкурс европейской песни точно не стоит забывать, ведь это культурные связи со всей Европой. Сразу, кстати, вы видите сейчас на экране своих мониторов победителя, голландца, летучего, у которого рояль был в кустах. Забыть это не получается. Ну, там не в кустах был рояль, но тем не менее. Забыть это не получается, ведь из каждого чуга талдычит. А почему Лазарь в этом месте? А вот его там грузинские сволочи и фашисты там подсуживают, подсуживают. Как Беларусь не дала 12 баллов? Так что забыть Евровидение точно не получается. Стал они все той же государственной пропагандой, которая насаждает людям храмы вместо дорог, больниц и скверов. А почему Лазарев вновь на третьем месте? Почему не на первом? Давайте разбираться. Победителем Евровидения в 2019 стал холландский певец Дункан Лоренц. В этом смысле судьба для Голландии для этой страны возвращает должок. Все мы прекрасно помним, как фириический голландский клуб Аякс фириический героический проиграл Тоттенхэму в полуфинале Лиги Чемпионов, ведя со счетом 2-0 у себя дома в Нидерландах. Так что для баланса, чтобы голландцы не сильно расстраивались вылетом, да еще таким громким, точнее не попаданием Аякса в финал Лиги Чемпионов, судьба возвращает таким образом должок и дарит победу Голландии, но к сожалению не в футболе, но на песенном конкурсе всей Европы. Голландия, это победа своего участника на конкурсе, ждала аж 44 года, внимание, 44 года Голландия не побеждала на Евровидении. И это важно понимать бразильским продюсерам и тем, кто отвечает за отправку российских артистов на этот песенный конкурс. Они всегда ставят цель номер один, победить. Но, но, реально получается победить аж раз, как показал пример Голландии, аж раз 44 года. Так что не стоит это забывать. Как и то, что с момента победы Билана на Евровидении прошло всего-то 11 лет, а Голландия ждала победы аж целых 40 лет. Так что, как видите, выиграть с Евровидением не так уж и просто, и тем ценнее и важнее победа Димы Билана в 2008 году. Хотя мне больше напомнилось его выступление в 2007 году. А когда он победил, у нас, кстати говоря, был другой президент, который сейчас премьер. Вышибал, ну, зареву, дали такие страны, как Сан-Марино, Израиль, Эстония, Латвия, Литва, Азербайджан, Албания, Молдова, ну или Молдавия, Чехия и Армения. Эти страны теперь целый год могут спать спокойно. Россия ничего гадкого против этих стран не сделает. Хоть и будет орать про то, что их лидеры агенты ЦРУ, а Прибалтика возрождает третий рейх. А вот Беларуси и Беларусам не позавидуешь. Как индейцы говорят, на вас, дорогие братья славяне, заточили топоры в Кремле. Сильно обиделись. Мы с вами прекрасно знаем, какая стратегия у Кремля. Чтобы Путин и в 2024 году ваш остался у власти. Эта стратегия, цель не изменить конституцию или политический строй внутри России. А цель реально объединить Россию и Беларусь. Почему именно Россию и Беларусь? Потому что у нас уже есть подписанное в 1996 году союзное государство. Но оно действует только на бумаге. И вот цель Кремля сейчас сделать так, чтобы это союзное государство было не на бумаге, а в реальности. Но чтобы управляли им не беларусы, не Лукашенко, не его замы, а Путин. Лукашенко, в свою очередь, это и беларусы, это прекрасно понимают. И поэтому не выставляют вообще никаких баллов России. Беларусы сопротивляются, назовем это так, мягкой и вялотекущей аннексии со стороны России. И Евровидений это еще один прекрасный повод показать факт российскому исполнителю. И вставить палки колеса этой Черноруссии. В Москве. Но, кстати говоря, если все-таки объединение России и Белоруссии произойдет, то первым президентом объединенного государства стоит вовсе Лукашенко Путин. Да, я об этом уже говорил. Так. Ибо, если будут даже самые наичестнейшие выборы президента объединенного государства, то тупо русских людей больше, чем белорусов. Это хорошо понимает Лукашенко, как и то, что бывает, если ты поддакиваешь Россию и ставишь ей 12 баллов на Евровидение. Как это делала Украина в начале 2000-х? Смотри, Донбасс, точка, российские наемники, точка на Ютубе. Так что, наверняка, Александр Григорьевич приказал судим от Белоруссии специально следить результаты голосования в полуфинале, лишь бы белорусское жюри отстранили от судейства в финале. И таким образом Лукашенко вновь показал фигуру России. А формально к его стране не притраться. Ведь белорусов самих за это национальное жюри дисквалифицировали из-за того, что результаты судейства национального жюри на полуфинале они слили. И это грубейшее нарушение правил Евровидения. Но я ни за что не поверю, что белорусское жюри просто так допустило на грубейшее правило Евровидения. То есть они там в секретной комнате где-то там в Минске отсматривали номера участников. И потом, когда оценки выставили, и встали. И там перед этим же подписали, что я такой-то, такой-то, мы такие-таки-то, обязуемся не разглашать результаты нашего голосования до момента объявления победителя. И там, вот когда они подписали эту бумагу, и они, вот это белорусское жюри подумало, точно, надо пойду, я подписал бумагу, а не разглашение результатов. Пойду сливать в сеть. Вот прям сейчас пойду. Нет, понятное дело, что белорусскому жюри позвонили из президентского отеля, да, из президентского добера, и сказали слить в сеть. Специально, чтобы их дисквалифицировали. И таким образом, чтобы Россия от Белоруссии не получила 12 баллов и вообще каких-либо баллов. А формально от Белоруссии не подкопаться, потому что их самих дисквалифицировали. А? Учитесь, учитесь стратегии у Лукашенко, а? И не подкопаешься с одной стороны, а с другой стороны, сделаешь неприятное России. Тем более, что незадолго перед Евровидением как раз Лукашенко с Путином вновь поссорились из-за нефтепровода «Дружба», которую давно уже пора этот самый нефтепровод переименовать в недружбу, во вражду. Ну, такой легкий каламбур. Да, что-то мы далеко от Евровидения ушли, конечно же. Вернемся на Евровидение, ну, ментально. Всех еще на Евровидении, помимо России, раздражает блоковый статус голосования, когда страна голосует за соседью страну. Чтобы этого сближать, тут надо, чтобы голосование шло из других странах, которые не участвуют в конкурсе, но которые смотрят в Евровидении. Ну, например, США, Канаде, и т.д. и т.п. Но на это нет пока видно финансовых возможностей у Европейского вещательного союза, организации, которые и делают этот самый конкурс. В этом году вновь зрители и профессиональные жюри разделили своих предпочтениях. У профи победила участница от Македонии, а у зрителей победили исландцы. В итоге, ни рыба, ни мясо, а победил Галадис. Тут, казалось бы, несправедливость, но я рад, что, по крайней мере, в этом году победила не бородатая женщина, ни эти самые исландцы, которые, да, у них номер постановочный был хорош, но они просто орали в микрофон, они не пели, они орали в микрофон. И там даже слова песни не было разобрать. Все обращали внимание на костюмы, на эпатаж исландцев, на постановку номера, на хореографию, но никак не на саму песню. А Евровидение, в первую очередь, конкурс песни. И хорошо, что победил не фрик, а талантливый певец. Я рад, что Евровидение вернулось к своим истокам, где побеждают не фрики, а побеждают нормальные люди, пустяги, как вот этот вот голландец. Ну и, конечно говоря, еще все обсуждают и осуждают Мадонну на Евровидении. Постарела, потолстела, вышла на сцену, так сказать, с одним глазом, один был забинтал под повязку. Она, типа, таким образом под Ника Фьюри из Мстителей косила. Ну и Мадонна мне не понравилась. Хотя я поставил, ну, в смысле, дал посмотреть номер Мадонны моей матушке. Матушке номер Мадонны понравилось. Тут можно сказать, что Мадонна Мадонну видит издалека. Ну и что мне еще не понравилось, вот это вот, когда она там, во-первых, она вышла с каким-то там рэпером. Вообще сейчас очень модно там какие-нибудь поп-исполнители, каким-нибудь поп-исполнителям выходить с какими-то рэперами. Ну, ребята, это очень плохо сочетается, очень плохо. Честно сказать. И вообще там номер какая-то, лестница была, они на вершине, бруски деревьев, кстати говоря, вот эти вот бруски, которые там нанесли вот этот вот хор Мадонны по ступенькам, на которых она возвысилась, так сказать. И вот эти вот самые бруски деревьев, это как раз были два бруска распиленных из того самого сквера в Екатеринбурге. Так что, что называется, круг замкнулся. Ну, а посмотрите, посмотрите Евровидение, посмотрите номер Мадонны и вы поймете, о чем я. Зеленский на инаугурации. Разбираем текст его речи. Зеленский на инаугурации. Я становлюсь президентом Украины, чтобы украинцы не плакали. 20 мая, в понедельник, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины и принес пристягу с честью и достоинством на верность украинскому народу Верховной Рады Украины. Это по-настоящему великий день для каждого украинца. Аж сало вздрогнуло. Отдельно хочется сказать, как проходила сама инаугурация до речи Зеленского в Раде. Он подходил Зеленский до инаугурации к людям, к простым украинцам и делал с ними селфи. Это не как в рабской брятской России, где зачищается вся Москва от людей, чтобы люди не выкрикнули Путин уходи. И не как когда в 2017 году шел Путин по огороженному коридору Кремля и где его фоткали на китайские американские смартфоны, а он даже не понимал, что это его придворные то делают. И не фоткался. А потом приближенные к Путину люди и еще более приближенные, чем были инаугурации в 2018 году возмущались, возмутились, что нельзя показывать закордонные смартфоны перед рожей главного патриота земли русской. ничего этой дури не было на инаугурации Зеленского и каких-то фейлов типа падения рядового рота почетного караула перед Зеленским или хлопывания двери перед носом как это было у Януковича не было. А это хороший знак. А то, что там Криворукий уронил из рота почетного караула его президентское удостоверение ну тю! Подумаешь с кем не бывает вы хоть раз что-нибудь не роняли в своей жизни? Конечно роняли. Лучше уронить удостоверение на пол чем автомат на ногу. А это означает что Зеленский великий президент который сделает свою страну великий на зависть Москве вот увидите не то что там удостоверение уронили а то что без сучка из-за доенки прошла инаугурация и вообще в Киеве в этот день на небе не было ни тучки, была прекрасная погода, чем я киевлян и поздравляю так что вот увидите Зеленский станет достойным президентом Украине на зависть России русские табуном будут выстраиваться за паспортами Украины при Зеленске при Зеленском теперь к самой речи Зеленского в Верховной Раде точнее к той части речи Зеленского что стоит обсудить цитата самого Зеленского европейская страна начинается с каждого да Украина избрала путь в Европу но не вся но вся Европа не где-то там а Европа здесь в Украине ну я хочу напомнить Владимиру Александровичу что чисто географически в России тоже Европа и она может пройти в Киев тоже типа с Европы хотя культурно это азиатчина конечно не ну тут в России смотреть конечно где ну так ладно про инаугурацию да и проблем в Единой Европе сейчас выше крыши стоит ли туда стремиться агалтя большой вопрос и про Европу а какова вот про Европу а какова позиция Зеленского по прензиту например а вот все началась тупик началась тупик у Владимира Александровича Зеленского ты президент ты привыкаешь что у тебя должно быть мнение на каждый тих на каждый политический тих а если это простой вопрос ставить тупик что думает Зеленский как президент Украины по поводу выхода Британии из Евросоюза и Зеленский даже даже намека на какую-либо позицию по этому вопросу нет а это сейчас кроеугольный камень Евросоюза Брекс то о какой Европе ты можешь мечтать ну ты президент Украины страны которая идет в Евросоюз ты уже вникай в проблемы Европы что ты отмалчиваешь что ты заговариваешь зубы позиция Зеленского по Брекситу неизвестна и вот уже начинается противоречие в этой части речи еще одна цитата Владимира Зеленского на анаугурации у нас есть общая боль каждый из нас погиб на Донбассе каждый день Украина теряет бою каждого украинца и каждый из нас переселенец каждый из нас отправляется на заработки в чужую страну но украинцы все преодолеют и сегодня я Зеленский обращаюсь к каждому украинцу и каждому из 65 миллионов украинцев украинцы нужны самой Украине чтобы строить успешную Украину чтобы вернуть переселенцев из Арбичан тут надо очень надо сильно постараться в первую очередь поднять промышленность и экономику причем действительно на небывалые высоты для Украины а у Зеленского опыта в экономике нет вообще от слова нет даже 90 финансами 95 квартала управляет вовсе не Владимир Александрович идем дальше по поводу Зеленского но для чтобы понимать хоть что-то в экономике для этого в команде Зеленского нужен жестокий премьер-министр который на собственном опыте знает что такое что за зверь экономика Украины таким премьером может стать Бенни Коломойский но пока что я не услышал о Зеленского и кто будет номер 2 кто в его команде будет премьер-министром Украины да понятно что премьер-министр Украины формируется от Верховной Рады так вот ну то есть сначала избираются депутаты потом депутаты совещаются между собой потом они совещаются с президентом и приходит к консенсусу о том кто должен стать премьер-министром но все равно есть ли какое-то стратегическое видение в вопросе кто станет председателем Кабина кого ты хочешь стать кого ты твою мать Владимир Александрович видишь на посту номер 2 на посту премьер-министра а никого да ты подписал там отставку Гройсман ну и что ну и что а кто 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 у тебя Беня ну возможно Беня будет премьером кто кто будет заниматься непосредственно экономикой Украины и поэтому кстати украинские евробонды сейчас на рынке акций рухнули и потому что там европейцы и против игроки на рынках там как-то критично воспринимают президент Зеленского а потому что нет конкретики в делах нет четко сформулированной позиции и кто станет примером от Зеленского я не услышал не то что на дебатах или в Верховной Раде а даже за всю его президентскую кампанию дальше идет цитата Зеленского в Верховной Раде Украины моя задача прекращение войны на Донбассе я Владимир Александрович готов потерять свой высокий рейтинг ради мира на Донбассе мы не начали войну на Донбассе но мы должны ее закончить и первой задачей передо мной стоит возвращение всех украинцев плененных которые томятся в российских тюрьмах последним я согласен что надо возвращать всех плененных но Владимир Александрович войну можно закончить по-разному можно победителем когда Ростов Краснодар и даже Урал добровольно войдут в украинскую народную украинскую единую республику а можно закончить войну подписав акт о безоговорочной капитуляции Украины в Киеве война на то и война либо ты противника либо он тебя другого третьего исхода не дано ну вот представим что Зеленский отдает приказ ВСУ отступать мириться с Путиным и на следующий же день российские войска будут в Киеве а если Зеленский решит вступать на Донбасс и Крым и будет жестче чем Порошенко и даже жестче чем Турчинов тогда ДНР или ЛНР войдут в Россию или Россия официально их признает то есть тут не смотря на то что война либо там две ситуации либо противник тебя либо ты противника но у Зеленского сложилась патовая ситуация на Донбассе что каждое его действие будет ухудшать ситуацию а не улучшать так что надо не в первую очередь конечно надо договариваться о действительно возвращении пленных украинц да а решать что там с Донбасса где ему жить там быть ли ему независимой республикой тогда в России или Украине это уже дело десятое сначала надо договориться об обмене всех на всех и о прекращении огня само собой поэтому надо вести вести речи не о мире какой мир может быть с агрессором оккупантом не о войне которая истощит Украину а поэтапной территориальной обороне от России Украина от России да и тут надо понимать что как бы там украинские патриоты не хорохолились то в ближайшее время Донецк и Луганск они смогут вернуть только в одном случае если американские войска войска НАТО вступятся за конфликт тупятся за Украину на Донбассе но это не Путин и это четко должно быть то есть то есть о чем я говорю что пусть Зеленский забудет про Донецк и Крым но не вернуть но не вернуть ну ну это вот сейчас но пусть он займется Харьков ведь Харьков на острие атаки путинского решила вот пусть он займется оборудой Харьков пусть он займется оборудой Бариуполя и других украинских городов которых еще не пожрала Россия президент блин Зеленский также говорит про то что Украина должна стать Исландией в футболе но Зеленский не знал что в Исландии в отличие от Украины нет даже профессионального футбола в Исландском футбольном союзе играют любители хотя сейчас это меняется а украинская премьер лига в рейтинге УЕФА стоит выше чем исландская ну и кроме того Исландия хоть и играла удачно на Евро 2016 года но все таки вылетела от Франции со счетом 5-2 и тут возникает вопрос Зеленский ты что хочешь по сути хорошую Украину хорошую европейскую страну или страну которая будет гореть со счетом 5-2 от Франции Какой Исландия что несет что что этот клоун несет в радио я не могу и как мы должны стать как Исландия в футболе в Украине футбол гораздо более развит чем в Исландии только конечно украинский футбол сейчас хороших результатов не показывает это да но в целом украинский футбол гораздо развивается лучше чем исландцы что несет а вот это вот Украине надо сказать как Швейцарии да надо да надо но там в Швейцарии если вдуматься то президента избирают каждый год и он не имеет реальной власти то что сейчас хотят сделать депутата Рада с Зеленским решить его часть полномочий Зеленский хоть бы думал хоть бы читал какое политическое условие это в Швейцарии я уж молчу что там конфедерация а это как раз таки если он пойдет по примеру в Швейцарии это получается что он выполнит те самые минские соглашения против которых он выступает не слишком явно как Прашенко но тем не менее он заявляет и говорит посредством его парахоботов другого слова пока не придумали зеленоботов что если Украина выполнит минские ну ладно не он это говорит но тем не менее украинская скажем так власть если Украина выполнит все минские соглашения то потеряет там суверенниче возможно но если Украина будет развиваться как Швейцария то ребят будут и Харьковская народная республика будет Петровская народная республика Львовская Чернопольская и т.д. и т.п. Зеленский хоть бы знал что в Швейцарии конфедерация а это еще хлеще чем народные республики и вот это просто вот это вот это непонимание вообще просто бросается в глаза да он опаятен да у него речь лучше чем у некоторых у вашего покорного слуги ну какое же он херню несет в Верховной Раде да инаугурация да он демократический президент он общается с народом да он такой как Путин который только к себе детей подпускает чтобы подзарядиться их энергией но но что он несет Верховный Раде да но самое сладкое Зеленский оставил напоследок он все-таки распустил Верховную Раду Украины да и призвал уйти всех в отставку вместе с руководителем СБУ и генпрокуратуры Украины сказав что на это у вас есть два места я согласен что генпрокурор Украина Луценко дискредитировал себя такого генпрокурора быть не должно но чем Владимир Александрович помешал глава СБУ Грица он лучше что-то понимал в чекистской деятельности а вместо этого ты назначил своего управленца из 95 квартала который да имеет юридическое образование так хорошо понимает в экономике как продать купить но голова но СБУ это не отлом СБУ это проведение специальных операций это нет я понимаю если бы хотя бы например Авакова например назначил да тут из МВТ но он понимает в оперативно-розыскной деятельности хоть что-то а ты снимаешь Зеленский Владимир Александрович снимаешь с должности Грица и назначаешь человека который ни разу не сидел ни в засаде не вел разработку врагов Украины которые даже не знают что такое следственно-оперативная работа что ж ты делаешь что ж ты делаешь Владимир Александрович вот поэтому должна быть Юля президентом а не Зеленский но к сожалению этому не суждено сбыться но что хорошо это то что показали руководители там Верховной Рады правительства и у них были просто мертвые лица их у них были просто мертвые лица от речи Зеленского и все-таки все-таки досрочные выборы назначены на 21 июля и тут опять-таки возникает вопрос Владимир Александрович вот ты хоть тебе представляешь выборы в разгар лета когда украинцы там на пляже Днепра отдыхают когда украинцы отдыхают в Одессе где там они отдыхают ну какие выборы ну все правильно выборы должны быть в середине осени они никак не досрочные выборы нет досрочные выборы чтобы моя партия слуга народа там имела конституционное большинство ну да цель понятна но ты себе представляешь выборы Владимир Александрович представляешь выборы 21 июля все все будут на шестисотках либо на своих ну на дачах на огородах либо просто будут отдыхать какие выборы у всех отпуск на носу ты че творишь то а Владимир Александрович чуть-чуть чуть-чуть даже уже пожалел о том что Петро не избрали но совсем чуть-чуть ну и чуть не надо было его фраза по поводу того что Украина потеряла не территорию а людей их украинское сознание ну чтобы вернуть их украинское сознание надо помогать украинцам в оккупированном Крыму оружием деньгами чтобы они подняли восстание против России и начали в Крыму пропагандистскую борьбу против врага по другому вернуть Крым и Донбасс не получится Зеленский должен понимать либо война с Россией не нажима насмерть либо Украина в составе Российской Федерации другого не будет и хватит там нежиться где-то в своем президентском люксе или там где-то в Турции вот Владимир Александрович бери пример Петра Алексеевича который да справедливо что проиграл президентские выборы но который там переехал в стеклянное здание в резиденцию в штат-квартиру блока Петра Порошенко проводит там встречи активно работает чтобы блок Петра Порошенко победил на выборах Верховную Раду и сумел таки импичмент Тильянскому выдвинуть вот учись в этом плане в этом плане надо брать пример у Петра как надо работать там встречи с одним чиновником Евросоюза встречи с другим чиновником там сверка часов позиций мнений а ты я распускаю Раду 21 июля выборы и все я поехал опять юморить на концерт но так же нельзя это я аутрирую конечно не поехал юморить на концерты но так же нельзя выборы в середине лета очень сомнительно очень ну такая вот была речь Зеленского Верховной Раде Верховном Совете Украины и кстати говоря я понимаю что вот эта традиция что там первый президент Украины Кравчук клялся на Библии 14 века ну может уже пора твою мать клясться на Конституцию Украины да тогда она не была разработана подписана и принята в действии но сейчас то уже уже есть Конституция Украины в каком-то там праздничной обертке уже пора уже президентом Украины клясться на Конституцию Украины а то что Еленский не клянется на Конституцию Украины а клянется на Библии это означает что он при этом не в Украине не в Украинском государстве а церкви а это не одно и то же особенно на Украине когда Филарет заявил что не по пути с Епифанием с ПЦУ Еленский должен все это учитывать эти мелкие моменты но нет из-за того что он хорошо говорит и хорошо выглядит и обаятелен ему просто тупо написали хорошую речь и все без учета нюансов ну и что получается раз вот это вот караульный вырвал уронил удостоверение что теперь получается после 21 июня когда победят промайданные силы и вновь и будут иметь право на эпичмент то получается что Зеленскому от силы 2-3 месяца быть президентом вот такая вот примета тут можно и Зеналовой поверить да очень много у нас времени ушло на Зеленского социологи россияне путин не спасет а скорее наоборот добьет россияне ненавидят свою власть и готовы к восстанию да о да ура товарищи все на баррикады того и грабительский путин последние опросы социологов показали что отношение к власти существенно изменилось в худшую сторону исследовательская группа под руководством Сергея Белановского опросила жителей Москвы как теперь их называют хромоборцев из Екатеринбурга теперь так можно называть жителей Екатеринбурга жителей Владивостока Магадана Калининграда Якутская Красноярска выяснилось что россияне уже не поддерживают Крым наш помните на НТВ ток-шоу Норкина изменить нельзя где зрители проголосовали против депутата Госдумы Шургунова который топил за Крым за российский Крым а то и после этого в голосовании Шургудов проиграл не так разгонно всего лишь 2% но все-таки проиграл с позиции Крым наш своему оппоненту и шоу потом закрыли однако подлинной и настоящей революции которые нужны как воздух как чистый воздух животному по названию Российская Федерация россиян удерживают только одно это вовсе не такие не автозаки никакой не ОМОН не Росгвард и не зондеркоманды из ММА из смешанных единоборств отсутствие идей лидеров протеста и революционных организаций хотя вроде бы есть и лидер протеста это Алексей Навальный и его штабы по всей стране и в Самаре но взглянем правде лицо собирать миллион протестующих он может а вот чтобы люди пошли на гибель и на смерть ради его идей увы нет парадокс что самый несистемный политик России классифицируется по нормам западной либеральной демократии я про Навального как абсолютно системный это как бы условный антипутинский правый фланг а на левом антипутинском фланге мы видим дряхлеющее руководство коммунистической партии на условиях когда даже сама Америка Соединенные Штаты стремительно левеют даже уже памятники Ленина начало возводить правда в одном штате но тем не менее то конечно ну не возводить а скорее там есть частный музей в Америке и хранится памятник лейтин но таких памятников может быть больше и больше но в условиях когда уже сама Америка Соединенные Штаты левеет то конечно же и в России будущее за коммунистами я в этом глубоко убежден был я тут недавно на майские праздники на колесе обозрения и видел как у нас в Амаре мелко так вот видел как у нас в Амаре возводятся массово бизнес центры торговые центры а вот жилые дома возводятся а заводы в таком запустении производства промышленности такой шопинь и людям это уже не доедает люди понимают что завод завод если он нормально работает сколько обеспечивает там заработная плата людей тысячу человек тысячу какой-то вшивый ТЦ может обеспечить пять тысячу людей работать нет еще туда пополнил хелл устройся то есть при Единороссии торговля налажена а вот своего производства нет ибо когда меня подняло колесо обозрения в небо я увидел завод Масленникова который выделялся своими руинами на фоне высотов которые сейчас активно строятся по всей Сабале цены в которых ого-го какие возникает вопрос для кого строят конечно говоря ну да наверное строят для банкиров чтобы там цены были высокие чтобы ипотеку больше брало ну и понятно финансовая кабала и зависимость людям уже это надоело люди хотят увидеть в первую очередь не развитое банкирское дело в стране а развитую промышленность в стране а российская власть не может понять промышленность хотя бы до советского уровня и это ужасно стране где делать ракеты не могут делать даже каблуки для обуви это позор и позор в промышленном масштабе торговые центры массово людей работы не обеспечат и как следствие людям попросту негде работать работы просто нет об этом говорят везде и это конечно толкает людей на баррикады также судя по опросу людей возмущают а почему и без также судя по вопросу людей возмущают а почему и без того нищие колонны россияне должны помогать Сирии и Кубе плюс к этому люди России бесит что москвичи зажрались у них зарплаты по 150 тысяч рублей в то время как в регионах зарплата по 20 тысяч рублей и регионы как бы неравны Москве даже в правах не только финансовых Москва все выкачивает из регионов и ничего не дает взамен поэтому люди таким опросом высказывают за американский путь развития да вот в этой статье написано что за американский путь развития что 88% за насильственное свержение власти по опросу Белановской и за американский путь развития что это такое американский путь развития это когда российские регионы имеют широчайшие полномочия а центр только вот крошечные крошечные вот такие вот полномочия имеют регионы жители регионов России не хотят быть митрополии Кремля где правят митрополиты с хоругвиями и со строительными компаниями против зеленых насаждений с откровенным жульем короче говоря граждане по опросу Белановского за расширение прав регионов своей страны и за российскую конфедерацию а не заворовскую федерацию даже не сетуют поэтому опросу что нет новых идей но я же вам предлагаю место федерации сделать конфедерацию как в Швейцарии как отчасти в США где каждый регион это свое мини-государство и где высшая власть спрашивает мнения регионов они принуждают их к своей воле но что более важно в конфедеративных устройстве федералы высшая власть не выкачивать бабло и другие ресурсы из регионов федералы в том плане в понимании не как федеральная служба безопасности а в понимании федералы высшая власть да вот и идея дорогие россияне думайте рассуждайте чтобы федеративное устройство государства показалось в крайнюю неэффективность и надо либо сделать унитарным государство но это не получится потому что у нас очень много разных народов и этносов своих культур со своей веной значит надо идти еще дальше и сделать конфедерацию и тогда действительно будем жить как в Швейцарии и пить пиво и есть сосиски как в Германии а пока что 88 процентов россиян по опросу Белановскому хотят насильственно свергнуть власть и назвали ситуацию в стране неприемлемой также россиян уверены что власть нарушает свою собственную конституцию и всячески манипулирует через всяких там слоевых ПТВ что хочет который хочет изменить конституцию чтобы формально ее не нарушать по опросу люди России заметили что медицина в России заметно ухудшилась вот как люди по опросу по все тому же опросу отзываются о федеральной власти в Красноярске в 80-е годы денег на оборуду и на науку с медициной хватало а теперь только хватает денег на оборуду ракеты охватываются а Путин держит нас не за людей а за груздей второго сорта вот вот это все есть статья вот эта вот которая там на сайте политлайн политонлайн очень опасная для Крымя конечно эта ситуация думайте 88% россиян за насильственное свержение власти тут никакой ОМОН никакое подавление страны государства не поможет уже народный гнев кипит в Екатеринбурге в самом географическом центре России что же говорить про остальные регионы Екатеринбург уже восстал во Владивостоке все по тому же опросу Белановского на сайте политонлайн возмущены что российское государство не платит деньги детям на операции да а платят их топ менеджерам госкомпании но имеется ввиду что деньги на операции больным детям собираем как бы всем мерам через фонды различные благотворительные но почему же российское государство не выделяет само из бюджета деньги на лечение детей и остальных людей вопросики вопросики а российское государство выделяет кому деньги топ-менеджерам госкомпании как там кстати говорят чубайс поживает рыжая сволочь хорошо позывает за вас и за наш счет хватит это терпеть даже военные уже протестуют около здания министерства обороны я это видел на канале камикадзе тет или ди когда там показывали когда камикадзе Павел камикадзе показывал военного около здания министерства обороны который уже достал этот обман и он протестует и его скручивают уводят в автозак и разрешают так родину надо любить даже до военных уже до военных дел дошло даже военные понимают что достало всех это коррупция и эти убогие это убого никчемное государство и в Сибири и на Урале а что там даже у меня даже у меня да что там даже у меня в Самаре на концерте молодежь скачет и скандирует славу Украине правда это было всего лишь на всего год назад и на концерте посвященный дню города ну тем не менее тем не менее потому что уже всех достало это пропаганда ПТВ эти там Зейналовы Толстые Соловьевы о нем еще мы поговорим и 88% за готовы сменить власть через революцию пришло время товарищи на баррикады хватит это терпеть даешь новую русскую революцию даешь насильственное свержение путинского режима все эти политэксперты сейчас в России просто в ужасе и в страхе ведь мы сидим фактически российская государство сидит на верховой бочке 88% граждан России сейчас не поддержит власть точка невозврата пройдена впереди хаос террор и насилие когда же вспыхнет Россия в целом когда же мне загорится огонь новой гражданской войны спросите вы меня и ответ я вам да тогда когда коммунистическая партия Российской Федерации будет реально бороться за власть а не имитирует эту борьбу за власть не играть в поддавки к сожалению при дряхлеющем Геннадии Андреевича Зюганове этого не будет а вот когда к руководству компартии придут молодые энергичные люди ну относительно молодые такие как например Максим Леонардович Шевченко да это уже будут другие коммунисты и так да как здесь на картинке на картинке из миссии не выполним 4 Кремль может быть обрушен ну и то что отсутствует новая идея так давайте давайте мы предложим разработаем концепцию либерально коммунистической партии России а вот это будет для Кремля заноза в жопе эх подведем итог этого вопроса Белановского люди России сейчас хотят только одного смены режима любой ценой они уже не боятся они уже доведены до отчаянности до крайности пришло время разжечь костры взять вилы лишь таки едино смертный бой воина будущих поколений россиян которые не хотят жить в дерьме фильмов медианского провели отечественную войну в дерьме новых торговых центров а хотят развивать Россию чтобы у нас в первую очередь было производство чтобы мы делали смартфоны ноутбуки и планшеты а не китайцы чтобы мы их продавали США а не Европе а не нефть и лес кругляк вот за такую Россию 88% и они все как один против Путина а восстание уже понито в Екатеринбурге ух страшно страшно ну и к выкромшу НТВ мы переходим к этому наглому зажиревшему жиду ничего себе безъемного получилось на полтора часа разговоров Соловьев приедет в Екатеринбург чтобы изгонять бесов телеведущий Владимир Соловьев выкидыш между путем школы НТВ снова решил оскорбить жителей Екатеринбурга которые отстаивают деревья от попов в сквере около драмтеатра в эфире пропагандистской и бесполезной радиостанции Вести ФМ Соловьев гневно ответил на комментарии от слушателя Максима вот текст фрагмента и передачи из Майхуст Некто Максим из Екатеринбурга зачем наглому циничному жиду иудею православной храма Екатеринбурга ответ Соловьев а потому что я иудей и бился в твою галеру и ты мелкий и ты мелкий для тебя вижу тебя насквозь вижу и я Соловьев приеду в Екатеринбург в оригинале он назвал унизительно в Йогург и буду вас гонять черти с удовольствием я Соловьев буду с вами биться Хабло Рудольфович вновь взял за свое но если раньше он унижал и опускал в своих эфирах украинцев и сторонников Навального то теперь он оскорбил целый город назвав жителей промышленной столицы Урала чертями и бесами пообещав приехать в город и фактически избавить и унизить всех тех кто считает что природа важнее храмов что природа важнее церкви ну что ж я советую немедленно взять билет на самолет наглому жуду и вылететь в Екатеринбург для справедливой раздачи пюрюлей от жителей Екатеринбурга как не так давно какой-то журналист на митинге получил люлей от жителей Екатеринбурга который усомнился в объективности репортажа а если вы не справитесь жителей Екатеринбурга с циничным жидом можете обратить за помощью к соседям ко мне к жителям Поволжье мы приедем на Урал и вместе с вами отстает и сквер и весь Урал от грабежа и унижения таких господ как Соловьев верят что за звездившимся жидом жители Урала в частности Екатеринбурга могут со звездившимся жидом могут и сами справиться справиться поверьте всех уже достал этот жид я ничего не имею против евреев но эту коррумпированную сволочь селеканала Россия давно пора пристунить эту коррумпированную сволочь видите на своих окрадах кстати о сволочи о Владимир Рудольфович Соловьеве тут недавно моя матушка посмотрела эти вечера с ним на хуторе близ деканки и была шокирована обилимата и нецензурной брани со стороны Соловьева меня же больше раздражает то что в своих эфирах он собирает много евреев и сразу после обсуждения святой для них тема ситуации на Украине эти евреи вместе с Соловьевым осуждают о правильности русского пути и о трактовках русской истории вот же мрази он в 2017 году 12 июня назвал людей цитирую двумя процентами говна пусть Удольфович сам на себя посмотрит и найдет эти самые 2% дерьма 2% дерьма это его эфиры на Вестях и на России один там не 2% дерьма там 120% дерьма Соловьев еще не приехал в Екатеринбург а жители Урала уже начали сопротивляться Рудольфовичу так известный адвокат Андрей Белиновский обратился к генпрокурору России о том что Соловьев нарушил статью 15 пункт 1 федерального закона 149 о недопустимости высказаний в неприличной форме и неуважении к обществу со стороны СМИ это правой способ но есть и другие способы этот способ я к этому циничному жиду применил 2 года назад Соловьев приезжал к нам в Самару и так я ему написал в твитере так вот я ему написал в твитере все что о нем думаю и он меня заблокировал но больше в Самару этот говнопомет с реканала Россия один не приезжал так что жители Урала пишите о нем все что думаете в его личный эстраграм и в его твиттер посмотрим кто кого Соловьев просто охренел от своей ненависти к Украине и к украинцам и перекинул эту ненависть на города России то есть ненависть к Украине он перекинул на ненависть к городам России и поэтому надо дать ответ зазиревшему жиду так что жители Урала готовьте цепи и костяты к вам с зондеркомандой обещал приехать Соловьев пусть он получит в Великой Терембурге большой и сильный пизы по матушке вот на этом Зейналова и закончилось возьмет он женский орган от Зейналовой и получит пусть пюлей в Екатеринбурге таким получился наш эфир этой самой Зейналовой напоследок выскажусь про то что сейчас творится в Самаре провели Кубок России победил Локомотив ну да праздник да но местный клуб Крылья Советов попал в таковые матчи в переходные матчи за право участвовать в премьер-лиге с клубами ФНЛ если он Крылья местные проиграет клубом ФНЛ то Крылья могут пойти вслед за Амкаром вслед за Анжи вслед за Торпеда куда-то футбольное забытье и небытье то есть как всегда праздник мы умеем делать шумих умеем делать реальных дел мы делать не умеем надо в первую очередь клуб поддерживать а не футбольные фестивали и финалы кубков все спасибо за внимание пока долгое сегодня получилось очень долгое пока